Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш рассказ о личных отношениях как средство развивать божественную любовь. Великий мир духовной реальности никогда не может отражаться в одном человеке или в нескольких. Только когда человек снимает свою собственную маску и маски других людей, он приходит к пониманию истинного братства. Сентиментальность очевидна, когда ли люди любят себя и свое собственное отражение в других людях, испытывая сочувствие к другим людям, они говорят «О Боже, я сочувствую!» И очень часто, когда эти другие в серьезном затруднительном положении, они становятся мучениками в глазах многих. Земные привязанности, основанные на стремлении человека занять положение в обществе, никогда не приносят свободу. Такие привязанности не способствуют пониманию истины или братства. Источник этого – человеческое рабство, и без исключения они порождают связи, которые убивают реальное «я». Но, с другой стороны, семейные отношения и общественные контакты, когда правильно организованы, могут быть средством развития Божественной любви в человеке. Те, кто поддерживают связи с Божественным присутствием в жизни, могут служить другим, и это способ развить их собственную Божественную природу. Итак, даже Владыка Иисус сказал «И враги человеку, домашние его, приходится удивляться, как те, кого ты так любишь, могут быть тебе врагами». Утверждение Иисуса нужно понимать в свете знания о предательстве психических сил планеты, действуя через людей, у которых самые добрые сердца и доверительные отношения, эти силы вносят раздор и непонимание. Люди не понимают, что те, кого они любят, могут предать их, поэтому любимые становятся лучшими инструментами зловещих сил. Поэтому не удивляйтесь, если самые близкие люди своими поступками предают вас. Вместо этого молитесь об их защите и держите непорочное понятие, такое же, как Бог держит для них. Сейчас мы рассмотрим формулу Конфуция для общины. Основой истинного братства является всегда индивидуум и его отношение с Богом. Эти божественные отношения последовательно включают более широкие круги понимания. Конфуций, великий мудрец Древнего Китая, объяснил это в своей книге «Великое учение». Давайте исследуем учение Конфуция, ибо оно имеет отношение к индивидуумам, семьям, общинам. Вот формула Конфуция. Древние, кто желал продемонстрировать известные добродетели в империи, вначале наводили порядок в своих собственных владениях. Желая навести порядок в своих собственных владениях, они вначале регулировали жизнь в семьях. Желая отрегулировать жизнь в семьях, они вначале воспитывали людей. Желая воспитать людей, они вначале исправляли их сердца. Желая исправить их сердца, они вначале обучали их быть искренними в мыслях, они вначале расширяли их знания. В основе расширения знаний лежит исследование вещей. Когда вещи исследованы, то знания становятся полными. Если знания полные, то мысли становятся искренними. Если мысли искренни, то сердца исправлены. Если сердца исправлены, то люди воспитаны. Если люди воспитаны, то жизнь в семьях отрегулирована. Если семьи отрегулированы, то владения правильно управляются. Если владения правильно управляются, то империя благополучна и счастлива. Конфуций всегда придавал большое значение гармонии и божественному порядку в семье, как в ячейке общества. Он родился в 551 году до н.э. Во время великих волнений и беспорядков в Китае. Его отец, старый солдат, умер, когда ему было три года. В стране социальный хаос, семья нуждается. Конфуз из детства видит многое нелицеприятного, но его душа находит утешение во внутреннем осознании Христа и страстном желании принести это в мир. Конфуций посвятил жизнь обучению других, как принести гармонию в свой мир, в семью и в империю. Его учения практикуются как общественный порядок в общении и в сотрудничестве с космическим порядком. Конфуций считает, что мы можем принести порядок в своей жизни, полагаясь на божественный порядок небес и передавая любовь и мудрость небес через культуру, особенно через ритуалы и музыку. В этом учении Конфуций рассказывает нам, что если мы хотим жить в мире гармонии, в наших семьях и сделать их цельными, мы должны вначале воспитать себя. Самовоспитание становится чувствительным к тайным лучам, когда вы развиваете их в себе. Когда вы культивируете тайные лучи, эфирные образцы могут проявиться в вас. Они войдут в вашу жизнь и наполнят вас энергией. Пять тайных лучей – высокая энергия и мощь ядра жизни, ядра вашего сердца, ядра атома. Они – оболочка внутренней белоогненной сердцевины. Пять тайных лучей формируют сердцевину, и суть божественна огня в вас. Это явленное совершенство Бога. Этот божественный огонь находится в тайной обители сердца. Существуют эфирные образы для наших сердец, существуют эфирные образы для наших семей, и также существуют эфирные образы для наших общин, природе и вокруг нас. Мы можем делать призыв Конфуцию и другим вознесенным владыкам, открыть и усилить наши эфирные образы, чтобы они могли наполнить нас энергией и руководили нами. Это наш призыв – явить божественный порядок. Павел Венецианец объяснил, что подобно цветку, который раскрывает лепестки, согласно своему собственному предписанному плану, мы также расцветаем и преображаемся в божественную идентичность и судьбу, получая и направляя божественную энергию в нашу святокопию или эфирный образец. Подобно тому, как цветок радостно раскрывает свои лепестки, согласно его собственному уготованному образу, человек может высвобождать энергии своего сознания в святокопию идентичности, которые создают совершенное понятие и запланированную судьбу, его судьбу с самого начала. Подобно эфирному образу цветка, электрическому силовому полю вокруг почки, заданной аурой воли Бога, явить себя окружает эволюционирующую монаду, как кокон света, который содержит все, чтобы человек исполнил волю Творца. Когда цветок расцветает, он исполняет план, который природа любовно вложила в его клеточную структуру. Здесь нет никакого сопротивления космическому потоку, а только движения, чтобы соединиться с единым, моментумом эонов, эволюционирующей жизни, порождающей красоту, устанавливающей вселенский порядок. Так природа обучает человека понимать путь, и если он пойдет по этому пути, его жизнь также будет проявлением на земле небесной бессмертной красоты. Это был рассказ «Личные отношения как средство развивать божественную любовь» Элизабет Клэр Профит «Учение Вознесенных Владык». На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!